Статус Тольятти может быть изменен. Вопрос перевода моногорода из третьей категории в первую стал одним из главных на встречу губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с председателем правительства страны Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Такие изменения предоставят Автограду больше возможностей, в том числе и для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда развития моногородов. Подробнее в нашем материале. Город с населением свыше 700 тысяч человек, вся жизнь которого сосредоточена вокруг автоваза. Так было в советские годы, так и теперь, когда волжский автогигант возвращает былую славу. А сам Тольятти живет в ожидании перемен. Больше возможностей для развития инфраструктуры даст смена статуса. Этот вопрос обсуждают на федеральном уровне во время личной встречи губернатора с премьер-министром. Это даст возможность вставлять и привлекать еще больше инвесторов, значительно большими льготами. Практически на 3-5 лет приходящий инвестор будет практически ничего не платить, никаких налогов в федеральный бюджет. В том числе, потому что все-таки у нас большая часть налогов платится, особенно предприятиями федерального бюджета, и это исключительно важно, когда от этих налогов освобождаются люди, начинающие свой бизнес инвестировать в Тольятти. Речь идет о переводе моногорода третьей категории в первую. А это возможность получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда развития моногородов. Кроме того, смена статуса позволит освободить бизнесменов, работающих на территории, от федеральных налогов. А это значит, можно рассчитывать на привлечение новых инвесторов. Обсудили на встрече и строительство знакового для автограда и области в целом учебного заведения православного института. Здесь регион, возможно, сможет рассчитывать на федеральную поддержку. Премьер-министр поручил Минфину проработать этот вопрос. Речь на встрече шла и о развитии региона в целом, в том числе о подготовке к Чемпионату мира по футболу. Губернатор Самарской области выступил с предложением о предоставлении льготных условий кредитования для регионов, которые в 2018-м примут игры первенства. Особенно важно привести в порядок инфраструктуру, строить новые дороги, мосты, реставрировать исторические здания, чтобы через два года города России предстали перед иностранными гостями в лучшем виде. Чемпионат мира может потом дать эффект для Самары многократно выше, чем условно что-то сделать спустя 2-3 года. Люди, которые приедут и увидят новые, современные, благоустроенные мосты, дороги и многое-многое другое, конечно, это может дать, еще раз хочу сказать, или оставить такие впечатления, которые потом будут десятилетиями работать на Самару. Председатель правительства поручил профильным министрам рассмотреть вопросы, озвученные губернатором. Еще одна тема разговора – продолжение строительства Самарского метро. О том, что этот вопрос имеет серьезное значение для развития региона, Николай Иванович Меркушкин не раз говорил в ежегодных посланиях. Возведение Алабинской возобновили после личного вмешательства губернатора в 2013 году. А уже в конце 2014-го станция приняла первых пассажиров. В вопросе продолжения строительства подземки сейчас есть шанс заручиться поддержкой с федерального центра. Рассматриваются варианты финансирования в пропорциях 50 на 50. Татьяна Потоцкая, Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии Москва.